Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 43 главу. Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, пойдите опять, купите нам немного пищи. И сказал ему Иуда, говоря, тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищу. А если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал, «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали, «Расспрашивал тот человек нас о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» Мы рассказали ему по этим расспросам. «Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего?» Иуда же сказал Израилю, отцу своему, «Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его при лицом твоим, то останусь я виновным пред тобой во все дни жизни моей». Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Израиль, отец их, сказал им, «Если так, то вот что сделайте, возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стеракса и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. «И брата вашего возьмите, встав, пойдите опять к человеку тому, Бог же всемогущий, да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным». И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, и пошли в Египет, и пристали при лицо Иосифа. «Иосиф, увидев между ними Вениамина, брата своего, сына матери своей, сказал начальнику дома своего, «Веди сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота, и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифа». Мы видим, с какой неохотой братья отправляются за хлебом в Египет, почему? Потому что они вынуждены, им есть нечего. Там кончились уже продукты, кончился хлеб, который они закупили в прошлый раз, и они охотно бы не ходили, но им приходится идти, потому что голод. И мы видим, как всю, вся эта история Иосифа, это история того, как таинственно действует божественный промысел. Как промысел приводит нас к чему-то хорошему, через что-то плохое и неприятное, через что-то, что для нас самих очень тяжело. И вот они идут в Египет, чтобы пристать перед лицом этого сурового человека, как они думают, и Иосиф приказывает, чтобы приготовили им пищу, потому что они будут у него дома есть. И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали, это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших. И они перепугались, когда это происходит. Они думают, что сейчас с ними случится что-нибудь плохое, что сейчас с ними придерутся, и, небось, их вообще в рабство продадут. Их сейчас ожидает нечто хорошее, но они в страхе, они в испуге. Они думают, что с ними что-то плохое случится. Но с ними ничего плохого не случится, Бог от них предусмотрел нечто хорошее. И подошли они к начальнику дома Иосифова, и стали говорить ему у дверей дома, и сказали, послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищу, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками, а для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших, мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши. Он сказал, будьте спокойны, не бойтесь, Бог ваш и Бог Отца вашего дал вам клад в мешках ваших, серебро ваше дошло до меня, и привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корма ослам их, и они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Мы опять видим, как эти братья поклонились, как это было предсказано в самом начале. Он спросил их о здоровье и сказал, здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли еще? Они сказали, здоров раб твой, отец наш, еще жив. Он сказал, богословен человек сей от Бога. И преклонились они, и поклонились. И поднял глаза свои Иосиф, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, это брат ваш меньший, о котором высказывали мне. И сказал, да будет милость Божия с тобой, сын мой. И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипел любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лицо свое, вышел и скрепился, и сказал, подавайте кушанье. И подали ему особо, а им особо, и египтянам, обедавшим с ним особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. Древние культуры, они имели определенные такие пищевые коды. Мы находим дальше в Ветхом Завете, что евреям было запрещено есть определенные виды пищи. Но нечто похожее было и у египтян. Поэтому евреи и египтяне не ели, вместе им подавали пищу особо. И сели они перед ним, первородные по первородству его, и младшие по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. И посылались им кушанье от него, и доли Вениамина было в пятеро больше долей каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним. И вот происходит этот таинственный пир, когда они еще не знают, что это их брат, но он уже позвал их, он уже ввел их в свой дом, и они оказываются не в рабстве, как они боялись, они оказываются во дворе этого высокопоставленного египетского вельможи, и он их дружелюбно угощает. Мы с вами прочитали 43-ю главу книги Бытия. Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».